Вы знаете, она посвящена Дню защиты детей. Сегодня мы поговорим о их безопасности и о том, как ее обеспечить. С начальником отдела организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних Натальи Григорьевны Шестовна и главным специалистом-экспертом правового отдела Анастасией Сергеевной Квитковой. И начнем мы нашу прямую линию, пока у нас нет звонков, с общих вопросов. Наталья Григорьевна, расскажите, пожалуйста, какова статистика нарушений со стороны детей, в отношении детей, как она изменилась за последние годы в отношении предыдущих периодов, в лучшую сторону, в лучшую. У нас с 2014 года наблюдается тенденция к снижению преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении детей, что нас, в общем-то, не может не радовать, так скажем, поскольку я предполагаю, что все те меры, которые были приняты как государством, так и, в общем-то, нашей службой, да, главным управлением МВД России по Красноярскому краю, наверное, дают свои определенные плоды. Ну, это то, что касаемо статистики. У нас на сегодняшний день зарегистрировано 366 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это практически на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Да, практически на 43%. Потому что, я удивляюсь еще, потому что это стабильное, получается, вы говорите, с 2014 года. Потому что раньше говорили, что здесь волнообразно, я помню, не первая же прямая линия, не первая встреча, что это идет волнообразно, и когда, например, там выходят ребята какие-то, которые были осуждены, статистика ухудшаются снова. А здесь устойчивая тенденция, да, получается? Ну, в общем, да. В принципе, я говорю, у нас в 2014 году был рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Ну, а вообще, если брать вот за период 15 лет последних, да, мы можем констатировать, что в любом случае преступления, совершенные несовершеннолетними, они снижаются. Ну, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, да, бывает один год небольшой рост. Но, тем не менее, если раньше, 15 лет назад, это было 13 тысяч преступлений в год, то сейчас это, ну, 2 300-2 400. То есть, заметно. Заметно. Нельзя объяснить только там демографическим спадом. Хотя у нас и подростков-то сейчас очень много. В последнее время у нас и демографического спада не наблюдается, так скажем. По данным здравоохранения у нас все-таки рождаемость превышает смертность. Поэтому, в принципе, мы сейчас не говорим о демографической яме, так скажем, что было, ну, буквально там тоже 8 лет назад, к примеру. Сейчас достаточно стабильно рождаемость превышает смертность. Если говорить по преступлениям вообще, ну, по видам, по видам преступлений, то могу сказать, что, ну, наверное, как и всегда, основная доля это все-таки хищение. Сейчас хищение в основном связано, конечно, с гаджетами, да. Чаще всего подростки смотрят, что вот у него лучше, чем у меня, мне хочется такой же. Ну, в общем, какое-то любопытство, чувство зависти, возможно. Ну, это, так скажем, подростковый возраст. В общем-то, так можем сказать. Меньше у нас преступлений совершается, таких как угоны автотранспорта. В прошлом году снижение было, и в этом году регистрируется снижение. Вымогательств, причинение тяжкого вреда здоровью. Ну, то есть практически все преступления, которые, ну, как бы основная масса, да, которых преступлений у нас достаточно меньше. А вот жестокие избиения, которых прям волна прошла, там, 2-3 года назад, когда избивали, снимали съемки их, или это было преувеличенное? Это не было волной, а просто преувеличенное было? Вы знаете, ну, это также, опять же, таки, скажем, дань моди некоторая, да? Когда появились гаджеты, которые могли снимать и сразу же выкладывать в социальные сети, да, значит, дети тоже это пробовали делать, так скажем. То, что подростки дерутся, ну, это ни для кого не секрет, это всегда было, есть, наверное, и будет. Единственное, конечно, что по жестокости, да, ну, опять же, таки, это возраст, максимализм, который присущ вот подростковому периоду, кубертантному этому, вот только лишь этим можно объяснить. Когда не идут на компромиссы, когда не срабатывает, так скажем, система примирения, в общем-то, тогда вот и возникают такие, вот, скажем, жестокие по отношению друг к другу преступления, поступки. Скажите, а можно говорить, что в городе больше или меньше таких преступлений, ну, вообще, подростковых против подростков, или спокойнее у нас деревня, грубо говоря, или более беспокойнее? Вот, в принципе, у нас, конечно, регистрируется наибольшее количество преступлений, это в городах. Ну, поскольку, опять же, таки, будем говорить, что численность населения в городе гораздо больше, да, каких-то, может быть, возможностей больше для, так скажем, ну, совершения этих правонарушений. В деревне все же таки, ну, как говорят, все на виду, буквально. Поэтому в сельской местности все равно преступлений регистрируется меньше, чем в городах, конечно. Ну, это тоже, так скажем, закономерность такая. Скажите, можете вы что-то подсказать, если ребенок у нас не выпал в лагерь, если его никуда не отправили к бабушке, и, сохранились ли у нас такие образования, как клубы по месту жительства? Может быть, еще что-то можете посоветовать? Ну, у нас более 800 на сегодняшний день, да, вот на летний период времени будут открыты лагеря дневного пребывания. Это те пришкольные лагеря, как мы раньше их называли, теперь они называются лагеря дневного пребывания. Поэтому в них также будет обеспечена занятость детей. И если ребенок не попал, к примеру, в загородный оздоровительный лагерь, хотя я предполагаю, что путевки можно купить практически до заезда. Нет, так скажем, такого сейчас, что вот однозначно, если вы не приобрели до 15 мая, то вы уже не приобретете. Это в любом случае необходимо обращаться по месту учебы ребенка. Там все-таки обозначат и расскажут, каким образом можно еще приобрести путевки в оздоровительные загородные лагеря. Плюс у нас существуют трудовые отряды практически в каждом населенном пункте. Это тоже своего рода занятость. Ну, плюс еще и, так скажем, за эту занятость можно получить некую материальную выгоду. И ребенок, в принципе, полдня, но он будет занят под присмотром взрослых. Все же таки. Ну, вот существуют также у нас спортивные оздоровительные лагеря, которые палаточные, которые выезжают на две недели, на три недели. Тем не менее, в этот период времени тоже можно ребенка занять. Они, как бы, в большинстве своем принадлежат Министерству спорта. Туда можно обращаться. Скажите, у нас какова ответственность, напомните, я просто хочу взрослым, какова ответственность у нас за то, что ребенок пребывает без сопровождения взрослых после 11 часов? Или все-таки уменьшили после 10 часов вечера? Нет. Закон Красноярского края как действовал, так и действует. Значит, с 1 мая по 30 сентября запрещено нахождение детей и подростков до 16 лет в общественных местах без сопровождения взрослых с 23 часов до 6 часов. В зимний период времени это с 22 до 6 часов. И какая у нас ответственность? Ну, ответственность административная, штрафы небольшие, так скажем, от 200 до 500 рублей. Ну, тем не менее, если ежедневно вашего ребенка будут доставлять домой сотрудники полиции, заставлять на вас протокол, я думаю, что даже и 500 рублей, ну, это будет значительный, так скажем, расход. И я предполагаю, что родители все-таки примут меры к тому, чтобы обеспечить нахождение своего ребенка в вечернее и ночное время дома, либо под присмотром. Скажите, а вот насколько часто у нас такие случаи происходят, то есть массово подростков доставляют? И насколько снисходительны полицейские к тому, что подросток один? То есть, во-первых, не каждый может отличить 16-летнего от 18-летнего подростка, каждого же тоже не наостанавливаешься, грубо говоря. Ну, вот начнем с того, конечно, что у нас на территории каждого района и района города у нас существуют инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. И я вам могу сказать точно, что основные нарушители им всегда в лицо известны, так скажем. И 16-летний он или 15-летний он в любом случае, ну, как бы ни было, они могут распознать. Ну, а в других случаях, конечно же, они будут доставлены в органы внутренних дел, где, если не будет документов при себе, куда будут вызваны родители и переданы родителям подросток. В случаях, конечно, если ему 16 лет, протокол не будет составлен, но родителям он передан будет. Я могу вопрос задать? Да. Пожалуйста. В газете поступил целый комплекс вопросов, связанных с интернетом, с теми же самыми синими китами и так далее. Одна женщина из Ходинска говорит о том, что дочь ее, ну, так я, типа, мы не знакомы, она стала в одной жертву такой сети, которая склоняет подростков к суициду. Слава богу, ее полицейские поймали, где-то она сбежала из дома, поймали где-то уже в районе Ганнского. Она говорит, у меня есть сын, который тоже постоянно торчит в интернете. Каким образом, особенно при том, что я не особенно разбираюсь в этих сетях, каким образом можно распознать, как ребенок стал жертвой вот этих вот мошенников, которые действуют через интернет, и как этому противостоять? Об этом тоже много мы уже говорили, и в газетах, и по телевидению говорили. Значит, должны родители, наверное, понимать о том, что у нас, ну, практически ежегодно, да, что-то новое появляется, в том числе вот и вот эти игры, да, которые, так сказать, интернет-игра, синий кит и так далее. Но если ребенок общается, если родитель общается со своим ребенком, я предполагаю, ну, либо хоть немножко наблюдательности надо иметь, я предполагаю, что родитель такой должен понимать о том, что ребенок мог вступить в такую игру. Ну, во-первых, там же ведь, если вы вот как бы в курсе немножко, да, там все сделано как бы на психологию, на слабо, что называется, а сможешь ли ты? Вот. Во-первых, работают достаточно, так скажем, ну, наверное, психологи, я так предполагаю, которые разрабатывают определенную программу вовлечения. Дети, детей будят ночью, чаще всего как бы через телефон, да, ну, поскольку у нас все сейчас гаджеты вот через интернет завязаны. Там, значит, играет определенная музыка такая, которая воздействует на психику. Ну, и представляете, если ребенок с 4 утра не спавший, как он себя может утром вести, да, к примеру? Ну, естественно, он будет вялый, у него будет теряться интерес к каким-то, к тем вещам, которыми он раньше интересовался. Но это уже первый звоночек для родителей, что случилось-то, почему такая ситуация произошла. Почему ребенка может не интересовать учебой или игра какая-то определенная, да, либо какие-то занятия, те, которыми он раньше занимался. Поэтому вот здесь нужно обращать внимание в первую очередь, конечно же, на состояние. На состояние внешнее, на состояние психологическое. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Яна. Вот у меня такой вопрос. У меня дома тонкие стены, и я постоянно слышу, как у соседей ребенок плачет, как родители его ругают, кричат, переживают, что его могут даже бить. Подскажите, что я в такой ситуации могу сделать? Ну, позвонить можете в орган внутренних дел, на территории которого находится ваша квартира, либо по 0-2 сообщить. Будет вызван инспектор подразделения по делам несовершеннолетних и проверит условия проживания данного ребенка. Если вам несложно, вы можете назвать сейчас мне адрес этот. Нет, а можно я анонимно позвоню в 0-2? Пожалуйста, звоните. А? Пожалуйста, звоните. Хорошо, спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Скажите, а такие сообщения часто бывают? Я вот тоже, например, ну я как взрослая женщина, у которой был ребенок, я уже отличаю, естественно, ребенок плачет. Просто капризный ребенок или... Здравствуйте. Алло. Секундочку. Представьтесь и задавайте вопрос. Марат, меня зовут. Я хочу узнать причины преступности детской каковы. Мне кажется, что обмещание всех половых населения из бедности. Алло. Да, да, я слушаю. Ну, мы с вами, я вам могу сказать точно, если брать анализ преступности несовершеннолетних, к примеру, в поствоенное, да, в послевоенное время, то явно сейчас не такая уж бедность, так скажем. По моему мнению, все-таки причинами того, что дети совершают преступления, это ненадлежащее воспитание их родителями. Это самая первая, наверное, причина. Когда родители не вкладывают в своих детей о том, что чужого брать нельзя, о том, что если ты причиняешь боль другому, то это очень плохо, нельзя этого делать. Ну, то есть причина всему воспитание, конечно же. Да, в какой-то мере, наверное, и социальные проблемы являются причинами преступности, поскольку, как я уже говорила, если вы сначала слышали о том, что я хочу гаджет за 30 тысяч рублей, а мне родители не могут позволить, поэтому я могу взять его у соседа. Это возможно, да, но опять же таки здесь все равно первопричиной будет о том, что родители не объяснили, что существует разное материальное положение у детей. Кто-то может позволить себе гаджет за 30 тысяч, а кто-то не может этого позволить. И поэтому можно обойтись и немножечко другим. Ну, вот, наверное, как-то так. Спасибо. Спасибо за звонок. Так вот, как часто бывает, что знакомые, соседи сообщают о том, что с ребенком происходит что-то не то? Достаточно часто, могу вам сказать. И были даже такие случаи, когда... В Норильске у нас был такой случай, когда мама ребенка 4-х годовалого оставила на 2 дня одного, и он плакал, соседи позвонили, сообщили. Ребенка буквально спасли. Были и такие случаи. Спасибо. Здравствуйте. Алло. Можно задать вопрос? Да, конечно, представьте, задавайте вопросы. Меня зовут Наталья, и я хотела бы спросить, вот у меня сыночек в 7 классе, как-нибудь можно в школе провести урок безопасности полицейской? Ну, да, конечно, урок по безопасности. Чего вы имеете в виду? Вообще рассказать детям, каким образом, по безопасному поведению на улице, дома, таким вот образом. А подскажите, пожалуйста, в какой школе он у вас обучается? 16-я гимназия центральный район. Гимназия 14-я? А, 16-я. 16-я. Они еще обучаются? Нет, уже сейчас на каникулах. Уже сейчас на каникулах. Ну, тогда... Ну, там пришкольный лагерь будет? Ну, так если он будет посещать, это ж не все. Тогда я вам обещаю, что в сентябре месяце мы проведем такие уроки по безопасности, в том числе и в 16-й гимназии. Все, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. До свидания. Смотрите, в тех же пришкольных лагерях, наверное, это тоже достаточно актуально сейчас. Вас приглашают? То есть сейчас будет лагерь, потом они будут свободны? Конечно, конечно приглашают. И вот буквально в четверг я была на радио, мы там разговаривали и, значит, там вот с кем мы общались, рассказывали о том, что вот у нее сын заканчивает тоже 9 класс, о том, что приходили сотрудники полиции, предупреждали, рассказывали родителям об административной ответственности, о том, что дети не должны болтаться по улицам ночами. Вот в рамках как раз лета о детском дорожном травматизме. Кстати, тоже очень актуальная тема. Меняются условия. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Владимировна, у меня вопрос немножко не по теме, не как защитить детей. Ездили в деревню к родителям, поймали двух ребятишек, мальчиков 12-14 лет, они траву поджигали. Все понятно, мы им объяснили, все поругали. А вообще, вот какая вот ответственность их, что можно делать, ну, какой-то административной их, как-то привлечь в родителей? Ну, вы знаете, вообще, конечно, за нарушение правил, так скажем, в том числе за поджог травы, существует административная ответственность, это, к сожалению, как бы не входит в мою компетенцию. Но я вам могу сказать о том, что если дети не достигли возраста привлечения административной ответственности, если им не исполнилось 16 лет, то их, конечно же, привлечь к административной ответственности невозможно. Но если вы все-таки задержали таких подростков с целью предотвращения вот тех же пожаров, да, как сейчас вот у нас половина края буквально горит, возможно, ну, можно было бы их, конечно, передать в дежурную часть органов внутренних дел, где вы находились в тот район, либо вызвать, значит, инспектор ПДН бы приехал, и с родителями бы и с детьми провели бы тоже профилактическую работу, в том числе вот по... А вот кто поймал, что мужчины взрослые, они их что-то не побить хотели за эти дела, вот была бы для них, для взрослых какая-то вот ответственность... Да, для взрослых была бы ответственность за причинение побоев по статье 6.1.1 кодекса... То есть их право нельзя, ничего нельзя, как-то вот их получить... Так и уголовное может быть за побои. Ну, кроме того, если детям 12-14 лет, то, конечно, административная ответственность у них не наступает, потому что они не достигли возраста 16 лет. Но родителей привлечь за данные административного правонарушения нельзя, потому что есть, конечно, ряд преступлений, ряд проступков административных, где именно родители привлекают к административной ответственности. В данном случае... Не в данном случае. Ну, понятно, вообще, на такой бытовой уровень... Поговорили, поргали и отпустили. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо за звонок. Всего доброго. А вот мы в анонсе, когда давали, что с потеряшками, что делать с теми, кто убегает? С одной стороны, здесь два вопроса. С одной стороны, что все-таки делать? Потому что мы сталкивались с такой ситуацией, и когда сами столкнулись, вроде бы еще не наступило какое-то критическое время, и звонить в полицию, ну, людей отрывать, вдруг он прямо сейчас придет, да? И с другой стороны, что ребенку там поставить на учет, может быть, семью? Это один вопрос. А второй, а есть же дети даже в благополучных семьях, блудни, которые любят погулять. И вот они теряются периодически, может, даже из дома не убегают, все равно теряются, а поздно приходят. Ну, у нас, в принципе, вообще, вот тоже по статистике, из года в год практически одна и та же цифра выходит по количеству зарегистрированных фактов самовольных уходов. Прежде всего, вот если на первый вопрос, если отвечать, да, ваш, как родителю вам, естественно, надо принять меры к тому, чтобы немедленно начать искать ребенка. Если вы обзвонили каких-то его друзей, да, и вы понимаете, что ребенка нет, вдруг вы заметили, что каких-то вещей, может быть, дома нет, может быть, даже небольшой суммы денег, возможно, документов каких-то нет. Здесь, в этом случае, никаких ни суток, ни трех ничего ждать не нужно. Вы должны помнить, прежде всего, безопасность вашего ребенка. Он может стать как жертвой преступления, так и его могут втянуть в совершение преступления. Здравствуйте. Да, секундочку, представьте, задавайте вопрос. Меня зовут Антон Петров. Тут у меня первый раз мой сын поедет в этом этом летом в летние лаги. Можно рассказать, как все это будет? То есть, там охрана, какая-то порядка будет организована в СССР? Я просто первый раз не волнуюсь. Ну, я думаю, что волноваться вам, конечно, преждевременно. Значит, у нас на территории Красноярского края действует в этом году 63 оздоровительных лагеря, но охрану в них осуществлять только в пяти из них будут сотрудники полиции, поскольку, значит, это не входит в компетенцию органов внутренних дел. А остальное тогда? Все остальные лагеря у них будут заключены договора с частными охранными предприятиями. Все лагеря у нас, я вам могу сказать о том, что оборудованы системами видеонаблюдения, которые, значит, записи хранятся в течение 30 суток. Все лагеря будут ежесуточно проверяться, ну, то есть, каждые сутки и, наверное, не один раз в сутки будут проверяться сотрудниками полиции, в том числе и ЧОПовцы будут проверяться сотрудниками полиции. Ну, те мероприятия, которые мы проводим, в принципе, ежегодно. По периметру весь лагерь должен быть, ну, как бы, охвачен системой видеонаблюдения, ну, и в тех общественных местах, где чаще всего находятся дети, тоже там установлена система видеонаблюдения. Поэтому в любом случае вы можете приехать и попросить, чтобы вам разрешили посмотреть, да, отследить какие-то моменты, если вдруг у вас возникнет интерес. Значит, первый момент. Второй момент. Я вам могу сказать точно о том, что весь персонал детского оздоровительного лагеря проверяется у нас ежегодно при, вот, как бы, в преддверии летнего курортного сезона, проверяется на наличие судимости, а в этом году мы еще и рекомендовали на наличие, привлечение к административной ответственности по статье 6.8.6.9, это за наркотики. То есть, такие лица у нас к работе с детьми не допускаются. Чаще всего, конечно, воспитателями выезжают, это те же самые воспитатели и педагоги, да, наши. Вожатыми, ну, это студенты чаще всего тоже педагогического института, либо колледж и техникум. Поэтому, если вдруг что-то, значит, у нас с каждым лагерем есть связь, есть тревожная кнопка, которая буквально ежесекундно, как бы, сию секунду, если тревожная кнопка срабатывает, выезжает наряд полиции. Понятно. Ну, спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Так вот, куда обращаться с потеряшками? С потеряшками не ждать. Если вы, говорю, обзвонили уже все, что, как бы, всех друзей, и вы... Ну, да, у нас такая ситуация была. Школу обзвонили, детей обзвонили, которые знают, даже педагог всех одноклассников обзвонил, все поняли. Нет ребенка. В дежурную часть сразу, ну, минут два, да. Желательно либо подъехать сразу, взять фотографию для того, чтобы сразу начать уже работу по розыску несовершеннолетнего. А вот волонтеры тоже нам посоветовали, к волонтерам мы тоже обратились. Насколько волонтеры помогают в этой ситуации? Помогают они, даже у нас в соцсетях тоже у них есть свои, значит, там, помогают. Они привлекаются и сотрудниками органов внутренних дел для розыска несовершеннолетних, особенно в случаях, когда, ну, есть у нас такие вот критические моменты, когда ребенок, к примеру, в первый раз потерялся, и ничего не предшествовало тому, чтобы все-таки он ушел. Потому что все равно чаще всего, когда анализируешь причины ухода, да, все равно это чаще всего бывают ссоры с родителями, недопонимание. Может быть, когда родители наругали там за плохую учебу, за какое-то поведение, если со школы позвонили, пожаловались, да, к примеру, классный руководитель, и ребенок боится наказания и уходит от ответственности, пытается таким образом уйти, не понимая о том, что он, конечно же, доставляет колоссальную как бы нагрузку на сотрудников органов внутренних дел, да, ну и понятно, что это психологически, морально, как тяжело это родителям. Просто они немножко не осознают это. Вот как себя вести с такими детьми, если ребенок не то чтобы склонен даже к побегам, а склонен к такому безответственному, скажем, поведению. Да, алло? Здравствуйте. Да, вы попали на прямую линию. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Меня зовут Анна Ивановна. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Мы дочку отправляем каждый год в деревню к бабушке. Ну вот пока она была маленькая, там как бы в ограде играла, бабушка за ней смотрела, мы были спокойны. А сейчас она уже подросток и бегает с детьми по деревне. Скажите, пожалуйста, насколько там безопасно? Может быть, там обстановка как бы еще сложнее, чем у нас в городе, и тоже нужно и не отпускать, и контролировать ребенка? Или, ну, у вас же какая-то статистика есть? Вот скажите, пожалуйста. Ну, я уже говорила, вот в первой части, наверное, нашей беседы, вы просто, может быть, не слышали о том, что статистика все-таки больше, так скажем, преступлений и правонарушений совершается это в городах. Здесь все закономерно, поскольку у нас численность населения в городах как бы гораздо больше. В сельской местности преступлений совершается меньше. Но тем не менее, если вы волнуетесь все-таки, вы вот родитель, я считаю, что все-таки необходимо за ребенком следить. Даже если он школьник, даже если он у вас достаточно самостоятельный, тем не менее, определяться, где он конкретно будет находиться, либо, значит, каким-то образом еще контролировать, возможно, по сотовому телефону, возможно, значит, созваниваться с теми друзьями его, либо с родителями друзей, где он находится. Ну и, конечно же, не забывайте в деревне, речке, озера рядом. Насколько ваша девочка, к примеру, обучена плавать, как она, ну, может все что угодно случиться. Вот буквально у нас две недели тому назад ребенок в трансформаторную будку залез и взялся за провод. Обе ручки ампутировали. Слава Богу, что живой остался. Вы не можете предсказать, даже если ребенок и подросток, что ему может стать интересным и куда он может обратить свое внимание. Поэтому в сельской местности здесь нужно смотреть, чтобы в лес не ушли, не потерялись. Не дай бог, там еще звери какие-то есть дикие, да, чтобы на речку одни не ходили, все-таки под присмотром взрослых были, чтобы в случае каких-то чрезвычайных моментов взрослые все-таки смогли оказать помощь. Ну, в общем... Понятно. Ну, то есть вот эти моменты, конечно, мы с ней проговорили все, чтобы на речку одна не ходила, только вот где-то либо под присмотром взрослых. Ну и, конечно же, необходимо в любом случае с ребенком провести такую работу о том, чтобы научить обязательно не доверять, да, одно дело доверить взрослому, да, а другое дело верить безоговорочно, чтобы с незнакомыми никуда не ходили, чтобы смотрели, в общем-то, ну, как бы более ответственные за свою жизнь были. И рассказать детям нужно о том, что да, у нас существуют и не очень хорошие взрослые люди, и сексуальные маньяки существуют, которые, возможно, громко, так скажем, да, маньяков у нас уже достаточно давно, так скажем, не задерживали, но тем не менее. Чтобы предупредить ребенка, ни в случае никаких там, расскажу, покажу что-то вам там, чтобы в незнакомые дома с незнакомыми людьми не заходили, чтобы в автомобили ни в чьи не садились. Ну, это чисто вот как бы по безопасности то, что может вложить мама и папа. Ну, понятно, то есть работу какую-то провести, там, познакомиться с девочками, с подружками, с родителями, допустим, в деревне уже знать, у кого она. Да, конечно, конечно. Там же я отчитывалась, там, понятно, где, с кем, если куда-то пошла в гости, то, ну, понятно, угу, спасибо. Спасибо за вопрос, до свидания. Ну, вот, кстати, у меня знакомый, когда отправлял детей своих, мальчишки у него были шустрые, он просто, это Вулканск, проехал по району и закрыл все люки. Тоже, тоже, вот, трансформаторная будка, вот как она оказалась открытой? Не предусмотришь все, вот на свете, говорю, не предусмотришь, поэтому в любом случае за ребенком нужно следить, даже если он во дворе гуляет, даже если он, говорю, он самостоятельный, все, что угодно может случиться. Они могут в такие места залезть, что нам с вами даже, вот, в голову не придет никогда. Да, здравствуйте. Я могу задать такой вопрос. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. А меня зовут Инга, вот, мне интересует такой вопрос, вот, у меня по вечерам, под окнами дома постоянно собираются толпы подростков, и они шумят. Вот, часто там даже уже 12 часов ночи они никуда не уходят. Вот, что я могу сделать, куда обратиться? Я уже говорила о том, что либо позвонить в дежурную часть отдела полиции, на территории которого расположен ваш дом, либо по 02 позвонить, вам пришлют наряд и будут разбираться, в дальнейшем посмотрят, сколько подросткам лет, ну и дальше там, какие правонарушения они совершили, и либо привлекут к ответственности родителей, либо самих подростков в случае, если они достигли возраста, привлечения административной ответственности. Ну, это если они только шумят, они же, возможно, и распивают спиртные напитки, либо курят около подъезда, этого тоже делать нельзя. Ну и плюс еще, конечно, находятся в ночное время на улице. Скажи, вы можете сейчас сообщить адрес даже? Сейчас? Да. Ну, я, да, сейчас я так и сделаю. Позвоню по тем номерам, которые вы сказали. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот позвонит девушка, а они разбегутся, а второй раз уже не приедут. Да, ну, такого не может быть, в любом случае приезжают. Единственное, конечно, мы можем говорить о том, что нарядов у нас не так много, возможно, да, и не так быстро, может быть, как хотелось бы, они приезжают, но тем не менее приезжают. Ну, вот на заметку возьмут, если понятно, что если не приехали, никого нет, тут они... Конечно. А если они приехали и видят, что подростки просто не успели поймать, они возьмут на заметку? Вы понимаете, здесь гражданам нужно быть всё-таки более активными, да, в плане того, что вот у нас все звонят и говорят, можно я потом позвоню анонимно? Ну, а почему бы не написать заявление изначально? Сегодня приехали, их нет, завтра приедут. Заявление-то отрабатывать будут в любом случае. Поэтому написать... То есть это всё-таки в наших интересах быть неанонимными? Конечно, конечно. Вернёмся к убегающим детям. Вот как их запугивать, их в милицию действительно, собственно, в ребёнка направить, чтобы дяди строгие сказали, что этого делать нельзя? Если вот, ну, я не знаю, мне кажется, есть дети вполне приличные, но у них склонность такая побродяжничать, погулять, посмотреть мир. А ответственность... Если это склонность, то это сначала нужно обратиться к психологу, наверное, а дальше уже будет ясно, поскольку бродяжничество – это всё-таки диагноз у нас. А, вот это серьёзно? Да, это диагноз, если ребёнок-бродяжка, да. Но в большинстве своём они такими, конечно же, не являются. Есть дети, которые убегают от каких-то определённых проблем, да, когда родителям они неинтересны. Ведь семья бывает, ну, как мы говорим, благополучная, это внешне благополучная. Мы же не знаем, что в семье происходит на самом деле. Каждая семья... Да, достаточно того, что на ребёнка просто не обращают внимания. Конечно. Родителям кажется, что у них всё хорошо, и они откупаются от ребёнка, да. Приобретением каких-то сначала дорогих игрушек, потом, ну, одежды, да, там, ещё чего-то. Но при этом не занимаются ребёнком как таковым. Понимаете? Он одинок, в своей семье одинок, поэтому он может уходить. Это первый вот момент. Есть, конечно, семьи, где дети бегут от родителей алкоголиков, да, к примеру. Ну, это другая часть, вот так скажем. Здесь в каждом случае индивидуально подходит, и мы работаем индивидуально, и с родителями, и с детьми. Угу. Ещё вопрос? Да. Главное. Постоянно сообщают, ну, не постоянно регуаром, о том, что там-то подростки были ломжа, например, там-то подростки избили человека. Я сам был свидетелем, как на слегка подвигах человека, охоте вас, стая подростков, человек 10, наверное. Ты прекрасно понимаешь, что вообще они несёшь инолетние, и ударить их ты не можешь, всякий удар обратится против тебя. Что же всё-таки делать-то, когда вот на тебя напала стая вот такая вот такая вот? Как можно выхватиться? Ну, также, если мы сейчас будем вопрос вставать как уголовная ответственность, так же может быть здесь гражданская ответственность, то есть они вред здоровью же причинили этому человеку, то есть, ну, и имущество повредили. То есть здесь может быть как гражданская правовая ответственность, и так же уголовная ответственность. В общем, с того, что есть понятие «необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Да, он может защищаться. Каким образом? Я с точки правовой, с точки зрения вам сказать не могу, каким образом он будет отбиваться, это всё ситуация конкретная. Но надо понимать, что главное не превысить пределы необходимой обороны. Конечно, защищать свои права он должен. Поэтому и есть понятие. И крайняя необходимость необходимой обороны – это будет освобождение его от ответственности. А где этот предел? Пределы законодательства не определены. Это всё уже на усмотрение будет суда в данном случае. То есть рекомендации нет. То есть, если вы его убьёте, подростка, вы 100% превышите его. Я ему дам в глаз, он отлетит. У него будет синяк под глазом. Это что? Здесь, скорее всего, вы не превысите пределы. А если у него будет тяжкий вред здоровью, здесь же ещё надо понимать, что именно совершает подросток, какие действия он совершает. То есть здесь по соотношению действий подростка и действий того, на кого нападают. То есть здесь надо смотреть конкретную ситуацию. Конкретно закон не может предусмотреть каждую ситуацию и те действия, которые разрешено делать, а которые нет. Просто для этого и есть такие понятия, как крайняя необходимость и необходимая оборона. А вот смотрите, человек сам обороняется. А если его защитить, попытаться вот тут? Какая ситуация? То есть на меня не нападали, а я вступаю... Здесь тоже эти понятия будут действовать. То есть те же самые понятия, несмотря на то, что меня... Ну, лучше, конечно, я думаю, что вызывать сотрудников полиции. То есть всё-таки... Самим лучше не лезть на разложен, потому что нужно потом действительно какие-то за побои отвечать. И ещё, не дай бог, уголовная ответственность. Скажите, вот... Людям всегда нужна какая-то простая инструкция. Знаете, если едешь куда-нибудь там за границу, там, в астралную столицу, там целая куча цыган, например, которые тебя отступают. Вам говорят, если у вас окружает толпа, кричите полиция, там, караул, например, бежите и так далее. То есть какие-то такие простые, чисто практические вещи существуют. Ну, видите, если за границей вы ездите, чаще всего они идут... Чаще всего они идут в сопровождении взрослых, но именно туристического агентства. То есть они, получается, выезжают, я так понимаю, на какие-то экскурсии. Потому что обычно это отельный отдых, если вы идете за границей. Я спрашиваю о том, что есть простые инструкции. Вот на тебя нападает стая подростков, телефона у тебя нет. Что нужно кричать? Гараул, полиция, убегай куда-то. Кират, огня. Что нужно делать? Пожар? Да. Хоть что-нибудь кричите, чтобы хотя бы услышали. Чтобы привлечь внимание. Чтобы привлечь внимание, да. С точки зрения правовой инструкции здесь нет инструкции. Просто необходимо помнить всегда о том, что несовершеннолетний, да, он у нас по закону вот огражден достаточно большим, так скажем, как в коконе находится. Поэтому вы все-таки взрослый человек, да, вы можете не рассчитать силу удара своего, да, и каким-то образом причинить больше вред, чем вы бы хотели, возможно. Понимаете? Ну и если явно видно, что это несовершеннолетние, я считаю, что лучше, конечно, обратиться, так скажем, в органы внутренних дел, чтобы полиция с ними разбиралась. Да, да, да. А для этого привлеките внимание просто, да и все. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день. Меня Андрей зовут. Столкнулся с такой проблемой, что мой ребенок, прежде чем открыть дверь, должен спрашивать, а он этого не делает. Сначала открывает дверь, потом спрашивает, кто. Как вот мне объясняли, что так делать нельзя, что открывать можно только либо родителям, бабушке, дедушке, там, друг, и все. То есть объяснение, как не бывает, потому что есть какой-то способ научить ребенка, как можно быстрее так не делать. Ну, я вам со своей стороны, конечно, не могу сказать. Вот, как бы, наверное, каждый ребенок тоже индивидуален. Но, как всегда говорю, вода камень точит. Начинайте утро с этого и заканчивайте вечер этим. Возможно, просто, как бы, выработать рефлекс, да, чтобы подойти к дверям и спросить, кто. Вот, наверное, так. То есть бесконечное облашение. Да. Вот так, наверное, просто. Ну, по-другому я не знаю, как еще, наверное, можно научить. Он же ведь это понимает, да, но он просто автоматически открывает двери, все. А нужно, чтобы он автоматически спросил. Нужно, чтобы автоматически спросил. Ну, и, конечно, обязательно я говорю, что ребенку нужно разъяснять. Да, взрослым можно, как бы, верить, но не доверять безоговорочно. И если даже тебе говорят, что это там полиция пришла, врач пришел или еще кто-то, ни в коем случае не открывать дверь, когда находишься один. А вообще можно сказать, сейчас я позову родителей. Вот, может быть, может быть, какую-то игру с ребенком придумать, отрабатывать таким вот образом. Спасибо вам за вопрос. Ну, как маленьким же ведь. Тук-тук, то там. Я, кстати, столкнулась, я с тем же самым столкнулась, но мне ребенок уже постарше, конечно, был. Он сказал, мама, не воспитывай, мне не доверие к людям. Мне не доверие к людям. Ну, иногда люди бывают такие, что им доверять нельзя. И, конечно, здесь в первую очередь безопасность самого себя нужна. Также могу, вот, ну, как бы родителям обязательно тоже, сейчас все равно дети будут в большей степени предоставлены сами себе, обязательно тоже научить, чтобы с незнакомыми в подъезд не заходили. Что если в лифт заходит, если в подъезд, к примеру, он вперед ребенок зашел, да, а сзади него кто-то зашел, лучше сделать вид, что ты что-то забыл и выбежать на улицу. Вот таким вот образом. Если стараться в лифт, конечно, не заходить с незнакомцами. Также можно сделать вид, что ты вроде как бы что-то забыл выбежать. Значит, обязательно говорить о том, что на улице ни с какими дядями, тетями не знакомиться, не поддаваться ни на какие провокации. Пойдем там, я тебе покажу котенка, или я тебе там дам куклу, или давай пойдем ко мне посмотрим, какие-то мультфильмы или кино я там тебе покажу. То есть однозначно это намерение у человека не очень хорошее. Да, здравствуйте. Да, да, да. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Слава, она зовут. Покажите, пожалуйста, сейчас везде и в газетах, и по телевидению говорят о том, что идти через разные интернеты, вон, через интернет разные там негодяи, и федесильные мошенники, и сатанисты. У меня вопрос, почему на них не найдут права? Ведь технически можно ответить, кто этим занимается, и расскажите о основных этапах вашей работы по этому направлению. Технически это отслеживается, я вам могу сказать. Ну, как бы информация у нас постоянно поступает из определенных источников, да, ну, у нас специальная служба занимается этим, сайты эти закрываются. Ну, вы же понимаете о том, что он в одном случае закрылся, а в другом случае открылся, появился вновь. То есть здесь, как бы, сотрудники полиции не могут действовать на весь интернет, так скажем, да. Здесь то же самое, нужно, как бы, работать со своими детьми. Наказание предусмотрено также уголовным кодексом, если это касаемо распространения каких-то порнографических материалов, это существует статья 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если это, значит, администраторы вот различных групп смерти, да, которые, как мы их называем, это доведение до самоубийства квалифицируется. Ну, то есть в каждом конкретном случае, значит, при установлении наличия состава преступления в действиях этих лиц, они устанавливаются, поверьте мне, что по статье 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, сколько выявлено, сколько, допустим, закрыто, сколько садик лиц к ответственности, и как часто вот они вообще появляются, вот эти сайты? Значит, по доведению до самоубийства, зная о том, что у нас в настоящее время четыре уголовных дела в этом году возбуждено. Это по краю, да? Да, по краю. Значит, порядка 500 сайтов по информации проверены были. Закрыто, к сожалению, ну, Роскомнадзор-то там сведения нужно запрашивать. Хотя мы отслеживаем, как бы, периодически тоже эту информацию. Ну, и нам поступает такая информация, говорю, из БСТМ, главного управления, которые, подразделение, которое отслеживает всю интернет-информацию. Но вы сами занимаетесь? Или это кто-то жалобу должен написать, что вот тут? Или ссылка такая? Мы сами занимаемся, поскольку, я вам говорю, у нас подразделение целое этим занимается, да, но это не подразделение по делам несовершеннолетних, а, так скажем, другое подразделение главного управления. Ну, поверьте, что это отслеживается. А информация, она поступает, то, что касается несовершеннолетних. Мы ее отрабатываем в рамках закона. Спасибо. То есть, вы говорите, 4 уголовных дела были возбуждены, это уже в этом году. По статье 110, да, Уголовного кодекса Российской Федерации, это то, что касаемо вот этих вот групп. Та информация, которая была в СМИ, в наших, в Краевых, это подтвердилось, что это группа смерти. Здравствуйте. Да, задавайте свой вопрос. Представьтесь сначала и задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Алло. Алло, алло, алло. Меня Елена зовут. Да. Я выслушала, как у полноточенной по правам ребенка, говорила, что принятие ребенка и синий для чиновника самый простой способ решения проблемы. Вы говорят, что такие семьи не нужно контролировать потом. Вы согласны с такой точкой зрения? Вы знаете, бывает так, что, наверное, другого выхода все-таки нет. Я вам могу сказать, что у нас за 4 вот с небольшим месяц более 600 детей с сотрудниками полиции были изъяты из обстановки, угрожающей их жизни и здоровью. Дети эти помещаются, ну, в зависимости там от возраста, от года до 4 в больнице, а с 4 лет и старше они помещаются в социально-реабилитационные центры. Затем, конечно, информация направляется в органы опеки и попечительства, отрабатываются эти семьи и принимается решение либо ребенка возвращать в семью, либо в отношении родителей собирается материал на ограничение, либо лишение родительских прав. Ну, поверьте, просто так ребенка никогда не отберут, так скажем. Значит, на то должны быть существенные причины. Нет, но потом как-то с этим семьей работают? В случаях, если детей возвращают в семьи, конечно, работают. Они ставятся на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и в защите их прав, того района, где проживает эта семья, и ставятся на учет в органы внутренних дел, как родители, отрицательно влияющие на своих детей. В рамках компетенции той, которая дозволена комиссия по делам несовершеннолетних, и в рамках нашей компетенции, наших ведомственных приказов и федерального закона 120-го, мы проводим эту работу. Семьи посещаются, знаю, что ежемесячно их посещают органы опеки и попечительства, смотрят за тем, исправляются родители или нет. Ну и в дальнейшем уже принимается, говорю, решение. Ну, то есть это неверно, что это самый простой способ для чиновника, да, измитрия, так сказать? Возможно, Ирина Юрьевна что-то другое имела в виду, либо это, ну, как-то вот было, может быть, сказано в какой-то иной интерпретации, я не могу сказать, я, к сожалению, не видела и не читала ее интервью. Ну, я вам могу сказать о том, что, я не знаю, как у нас вот по статистике, говорю, органами опеки за 4 месяца там 9 детей было изъято, а у нами 600 детей. Некоторых детей возвращают в семьи, через какой-то период времени снова забирают? А вот как вы определяете границу? Я сама присутствовала как-то на рейде, и да, в доме антисанитария, наверное, наверное, не очень сытно едят эти дети. Холодильник открывали? Да. Смотрели, что запас продуктов отсутствует? Да, не было там запаса, там, вот, но дети жмутся к матери. Она точно их не лупит, там, она не алкоголичка, это было очевидно. Вот в этой ситуации я смотрела на этих ребятишек и понимала... Просто безответственная мама. Да, безответственная мама. И я понимала, какая это будет трагедия, и точно в детском доме им будет сытнее, но они точно не вырастут более... Материц по любовь не получится. Ну, мы на сегодняшний день, понимаете, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы должны спасти в первую очередь ребёнка, даже физически, так скажем. Если он постоянно голодает, я думаю, что если мама не употребляет спиртное, она просто, возможно, не способна обеспечить им тот уровень жизни, да, и даже то питание, то в таком случае мама временно, сама по заявлению может их поместить в социально-реабилитационный центр для того, чтобы решить какие-то проблемы. Возможно, найти более оплачиваемую работу, возможно, привести дом в порядок. Ну, ситуации бывают различные, и, как я говорю, в принципе, бедность-то это не порог, это, ну, так скажем, ну, каждый человек, когда у него есть дети, он должен за них нести всё-таки ответственность. Если мама сама, как взрослый человек, не хочет кушать, да, вот там, определённые продукты, то своим детям она их должна дать, поскольку это растущий организм, и здесь выход может быть иной какой-то найден, понимаете? Не обязательно, чтобы их отрывать там и куда-то, да, куда-то их тащить там и забирать у матери. Здесь с мамой нужно поработать, обговорить некоторые моменты. Возможно, дети поживут в течение там двух-трёх недель в социально-реабилитационном центре. она дома порядок наведёт. Возможно, где-то, говорю, работу какую-то подыщет, либо дополнительную, либо другую. Здесь смотреть нужно. Ну, такие семьи, они всё равно видны. Ну, вы такие варианты предлагаете? Конечно. Мы не будем забирать просто так детей, поскольку, я говорю, у нас чётко прописано в законе, и мы забираем детей из обстановки, представляющую угрозу их жизни и здоровью. Здравствуйте. Алло. Да. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Меня зовут Татьяна, я бы хотела задать вопросы. Задавайте. Вот, если ребёнка травят в школе, и учителя там, дирекция как-то реагирует, но травы всё равно продолжаются. Вот, скажите. Ну, конечно, можно там в другую школу перевести, но проблема же останется, потому что, мне кажется, если дети травят одного ребёнка, они найдут, ну, как, в другую. Способ, да, способ другого кого-то потребить. А чем в такой ситуации может помочь? Ну, я вот вам что могу сказать. Конечно, забирать ребёнка из школы, возможно, это и есть выход, да, но с другой стороны, я бы так, наверное, и не сделала. Всё-таки, как бы ни было, необходимо обращаться к директору школы. У нас на сегодняшний день в каждой школе есть психолог, в каждой школе существует служба примирения. И вот я думаю, что, наверное, внутри школы они должны разобраться, кто всё-таки является инициатором каких-то там действий, да, и работать с тем ребёнком, который является вот лидером. Ну, это мой, как бы, совет такой. В случаях, если, значит, выходит за рамки, так скажем, дозволенного, да, когда это переходит на оскорбления, на какие-то действия, когда эта физическая боль может быть причинена ребёнку, обращайтесь в полицию с заявлением, будем разбираться. Спасибо. Спасибо за вопрос. Обращаются? Обращаются, да. Ну, вот буквально на прошлой же неделе у нас было девочки-то, вот третьеклассницы поссорились между собой, а в дальнейшем там конфликт перешёл вот уже на родителей, причём девочки были подружками, возможно, скорее всего, они и помирятся, но одну девочку уже там тоже родители настаивают, чтобы перевели там в другую школу и так далее. Конфликт пошёл уже между родителями, не между детьми, и между родителями, хотя, ну, это детские отношения, так скажем, возможно, они сегодня поссорились, завтра они помирятся, но здесь в каждом случае тоже нужно смотреть. Ко мне лично обращаются иногда, примите меры, вот, пожалуйста, у нас вот такая ситуация, вот там мою дочь, значит, каким-то образом там унижают или оскорбляют, работаем. Даже есть и достаточно хорошие школы, гимназии, где такие возникают проблемы. Ну, а вообще, как бы, конечно, детей, учителя должны воспитывать в них тоже толерантность какую-то определённую, понимаете, для того, чтобы мы все живём в коллективе, мы изначально рождаемся, да, и в дальнейшем у нас, да, семья есть, но есть и коллектив, и должны воспитывать в своём ребёнке о том, что тебе всю жизнь придётся жить в каком-то коллективе. Мало ли, нравится тебе кто-то или не нравится. Необходимо к этим людям относиться так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Ну, мне кажется, что сейчас всё чаще школы смывают руки в таких ситуациях. Вот я знаю, что в наше время, в советское, конечно, там финириевое, комсомол, школа была активным участником, если возникали такого рода конфликты. И они не пытались сохранить честь мундира, они даже приглашали сами. А вот сейчас, по-моему, они пытаются скрыть или вообще дистанцировать. У них же ведь сейчас тоже там свои рейтинги какие-то есть, там оценки работы школы. Возможно, это, конечно, влияет, но я думаю, что всё-таки это нужно было представителями Министерства образования приглашать для того, чтобы они вам рассказали. Вы чувствуете, с вами контактируют школы или... С нами контактируют, а у них вариантов других нет. Поэтому с нами контактируют. У нас за каждым образовательным учреждением закреплён инспектор подразделений по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, конечно, у нас раньше была практика школьных инспекторов, но поскольку у нас прошла такая структурная изменения, такие структурные, конечно, на каждую школу теперь инспекторов у нас не хватает. Да, они стали меньше появляться в образовательных учреждениях, но тем не менее телефон инспектора есть, есть место рабочее у инспектора. Инспектор работает в основном социальными педагогами, ну, в смысле, взаимодействует с социальными педагогами. Поэтому, если какие-то моменты... Есть часы приёма у нас определены, либо на опорный пункт, пусть подходят родители, либо в школу, когда инспектор находится там. Все конфликты можно, в общем-то, решить на корню с участием инспектора. Ну, в школах вообще, конечно, они стараются, я говорю, и в каждой школе психологи у нас сейчас есть, и социальный педагог есть, и как бы совет профилактики у них есть, создан. Попытаться сначала всё-таки решить вопрос внутри школы, ну, говорю, если уже какие-то пределы пройдены, то тогда, конечно, уже обращаться. Спасибо. Ну, я думаю, что уже у нас время истекло. Спасибо вам большое. Наверное, можно заканчивать.